МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спортсмены и тренеры определяют результаты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас по какому критерию отбирали? Кто выше? Кто выше, да. Кто выше? Спорт крови. У меня вся семья спортивная. У меня супруга заканчивала факультет физ. воспитания. У меня сын заканчивал факультет физической культуры, работает тренер. У меня внук занимается теннисом, чемпионка рыбы. Тренер не тот, который гладит по голове, а тот, кто приводит к медалям. И чтобы привести к медалям, это каждый день надо решать какие-то вопросы. Надо каждый день тренироваться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые фотографии, когда команда только создавалась, мы выиграли первое место в региональных соревнованиях. То есть вот эти ребята, к которым мы выиграли первое место. И вот, видите, поздравление команды с местным чемпионатом АСБ Республики Крым. После этого мы выиграли Кубок Крыма. Вышли дальше. Стали чемпионами Крыма. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пошли! Поехали! Раз! Скорость! В защиту нынешнего поколения. Что можете сказать? Какие они сейчас? Спортсмены молодые. Конечно, студент тогда сейчас пошел другой. А в чем это заключается? Потому что у нас не было раньше компьютеров. А у них сейчас есть этот компьютер. И он занимает очень много времени в их личной жизни. То есть у детей. Они начинают с детской спортивной школы. А без детской спортивной школы, конечно, не будет и студентского баскетбола. А студентского не будет, наверное, не будет и дальше профессионального спорта. Ну, как это все сложить? Когда у него забрать этот компьютер? Или когда у него забрать этот пейджик? До тренировки или после тренировки? И вот в этом только может быть заинтересованность. Несмотря на то, что они все-таки играют в компьютерные игры, да, и отвлечены таким образом, спортом занимаются и каких-то достигают результатов тоже благодаря вам. Каких результатов вы добились со своей командой? Каких результатов добились? Ну, если только считать с самого начала карьеры, то, конечно, мы еще женская команда, когда я работал с женщинами, мы тогда были чемпионами Украины и победителями универсиады Украины здесь. А с ребятами, в принципе, у нас самый наивысший результат. Это у нас вторая серебряная медаль в лиге ВТБ на первенство России. Есть студентская лига, есть такая. Ну, и, конечно, чемпионат в Крыму. Отчасти это ваше достижение? Ну, почему мое достижение? Это наше общее достижение. Конечно, если бы не помогал ректорат, не помогал Министерство спорта, не помогала Федерация баскетбола. Конечно, всего это в целом. Мы все по чуть-чуть, по чуть-чуть, но, конечно, приходим к этому результату. Вы знаете, что чем выше результат, тем больше нужно вливание, финансирование и так далее и тому подобное. А мы напомним, что вчера команда из Крыма показала свой характер. И казалось, что она достойна биться. Четверки лучше. А пока средний показатель за сезон команды КФУ. 78 очков за последним эта команда. Делает 17 лет. Ну, в первых шагах в спорте, наверное, как у всех детей, у всех пацанов было. Когда учились в школе, тогда в мое время было очень много секций. В каждом, можно сказать, доме и культуре была секция. Там, где я проживал, там был небольшой район возле шахты. Там был дом культуры. Там была секция бокса. Начинали с нее. Потом кто-то в классе говорит, я хожу на легкую атлетику. Мы тоже все поднимались и ходили на легкую атлетику. Потом на плавание. И так далее. Ну, естественно, футбол не мог обойти. Ну, а баскетбол получилось как? Где-то в седьмом классе, в седьмом классе, пришел тренер на урок физкультуры. Выбрал просто ребят, которые стояли первые. Я был третий. Нас троих так отобрали. И мы начали заниматься в детской спортивной школе. Вас по какому критерию отбирали? Кто выше? Кто выше, да. Кто выше. Ну, ясно говоря. Кто выше, там так что-то пробежали, что-то прыгнули. Так оно вообще в основном по критерию кто выше. А вообще в баскетболе это важно, да? Чтобы человек был высоким, чтобы максимально мог достать до кольца. Нет, достать до кольца он может по-любому, если у него хороший прыжок. В принципе, очень баскетбол демократичный вид спорта. Вы посмотрите, в борьбе есть весовые категории, в боксе есть весовые категории. Там, как говорится, а здесь человек может и с маленьким ростом, и со 100 килограммами участвовать в играх. Конечно, без больших ребят мы не обойдемся. Вы же знаете, что был знаменитый тренер Александр Яковлевич Гомельский. Он сказал, что на Голи Вера будет ходить всегда. Ну, насколько мне известно, вы увлекались и футболом, и волейболом, и выбрали в итоге баскетбол. Почему? Вы знаете, я вам еще могу одну историю рассказать, почему тогда. Есть такой тренер Кондрашин, который в 1972 году привел к золоту олимпийских игр через 40 лет, после того, как американцы завоевывали все золото. Ему точно такой же вопрос задали. Вы были, говорит, хорошие футболисты и баскетболисты. Но почему вы, говорит, выбрали баскетбол? Он говорит, когда мы играли в футбол, мы после этого собирались, пили вино и играли в карты. Ну, говорит, а в баскетбол, говорит. Мы также после игры, говорит, собирались, пили вино и играли в карты, говорит. Но в чем же разница, почему все-таки баскетбол, говорит. Мы, говорит, баскетболисты, так и футбол, когда в футбол играли, мы играли в дурака, а в баскетбол мы играли в проферанс. прежде всего мы студенты то есть первой половине дня мы учимся тогда как все студенты то есть у нас есть и педагогика и анатомия английский язык и история правоведение не говоря уже но в физкультуре такая физкультура до физкультура это прежде всего и ребята на 90 процента учатся на 45 то есть без троих то есть на на степенью второе вечером и конечно даем так уже специализация у нас баскетбол они в принципе заняты целый день баскетбол это командная игра как нужно себя вести в команде как сотрудничать правильно чтобы достичь хороших результатов ну конечно должен быть коллектив коллектив как говорится команда которая это один за всех и все за одного то есть нападение посмелей защите помогаем друг другу пожестче такое это самые распространенные обыденные как говорится фразы но по большому счету что можно сказать ну командная игра конечно это не лично это команды командных видах спорта тяжелее намного добиться чего-то достичь то потому что личные тут у нас такой парень усик стал чемпионом мира такому сильно и мы гордимся этим все а чтобы создать команду для чтобы какой-то результат достичь команды я конечно да это 15 человек 15 разных характеров 15 разные судьбы у каждого свои проблемы ну как они решаются и как их сделать заточить под одну идею это конечно все индивидуально и все так и непросто а у вас в команде так вот вы все друг друга поддерживают дружат например ну я думаю что да думаете или так и есть не так и есть по большому счету если они выходят на площадку они так и забывают все при этом свои неурядицы да неурядицы но в принципе молодежь сейчас хорошая как часто меняется состав команды ваше специфика т.к. студенецкого баскетбола в чем заключается то что ребята заканчивают вуз и уходят т.к. в жизнь то есть новые приходят первогодки они заходят в команду ребята которые получают бакалавров то есть четвертый вуз заканчивает и не желают учиться на магистр они уходят в жизнь то есть каждый год у нас обновляется получается состав я еще когда был совсем юношей так можно сказать как школьником меня пригласили в команду дамасского настрой такая донецк была команда играла первой лиги после этого я учебу играл в команде с киевом там был очень хороший состав там были такие люди которые как и вторым тренером был играющим тренером ван ебешка который дал пас семьдесят втором году через всю площадку после этого и также я был так играл за команду шефер донецка семьдесят восьмом году выход таков первую в высшую лигу в команде ска киев да и восемьдесят четвертом году так как шахтер донецком также выход таковы шум или команде первой лиги от как тренер да конечно это большая часть конечно было в украинское время и было женским баскетболом там и там становились тогда там тысячи четвертом две тысячи пятом годах победителями первенства украины с ребятами вы же знаете что мы серебряные призеры чемпионата россии среди студентов в стройках два мяча до 12 готовы порт крови тогда у меня вся семья спортивная то есть такая у меня супруга заканчивала факультет физиоспитание тогда это было у меня сын заканчивал факультет физической культуры работает у меня внук так а занимается теннисом чемпионка рынка это самое главное когда тебя понимают дома что так а спорт это это серьезно валерий михайлович наверняка у вас есть какой-то лозунг или девиз по жизни которым вы пользуетесь часто пользуется это как ну как пользует я и ребятам говорю так а вы любите баскетбол верьте в себя и ставьте перед собой цели которые вам тогда которым вы должны идти